Сейчас я кое о чем вам расскажу, да вы и сами поймете. У меня в свое время была индивидуальная предпринимательская деятельность, я ей занимался. Да, когда мы платили 13 рублей, еще можно было, да? Когда 32, народ сказал так, ого-го, сегодня и сейчас люди на патенте платят 45. Вау! Это хорошо, если когда бизнес-то идет красиво, а когда этого дела не случается. Да, естественно, у меня был год 2013, клевое время, как раз мне было 40 лет. Помните, да, вот эта самая территория-то здесь и случилась, да? То бишь, вся чеботуха со мной случилась, кстати, в начале года, в начале года, да? Я, собственно говоря, ничего не делал, да, просто закрылся и лег в больницу. Я очень много в больницу, перед тем, как мне бошку открыли, находился 6 раз. То бишь, я максимум, я максимум, вашу Японо-мать работал один месяц. И то там, январь месяц, ну, вы представляете, что такое было, да? Больше я не работал. А теперь с меня за этот год требуют денежки. Это я о чем говорю? Ну, о чем я говорю, да? То есть у меня рак, представляете, да? Я поставлюсь с ним лечиться, 5-10-е. То же самое сейчас. Вот сейчас у нас коронавирус какой-то. Мы идем туда, да. Вы чуть позже посмотрите, я вам продемонстрирую. Демонстрирую с позиции коммунистической партии. Что такое коронавирус и почему. Китай с обалденным населением, извините, там почти 2 миллиарда человек, имеет вот такое мизерное заражение. Да, 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 это коммунизм был. Да. Такое же мизерное значение имеет и Коба, такое же мизерное значение имеет и Вьетнам. Ну, вы думаете, господа. То есть рано или поздно с вас все потребуют, господа мои, потребуют. И вот тогда вы еще поймете, стоило ли вам быстренько сделать проверку счетчиков от компании Водомера, да и вообще любых счетчиков. Да уж держитесь, любимая фраза тех, кто выше всех. Вас загнали в кредиты и ипотеку. Хотя, поверьте, кризис 2008 года был только в Америке. Там люди, уставшие от говна за бешеные деньги, хоть и ипотечного на типа 200 лет, бросили все и поехали к маме. Там все просто. Мы подкаблучники долбанные. Жена сказала и типа мужик трахается, выплачивая кредит и ту самую и нахрень. К слову, кубышку распечатывать никто не будет, не та власть. Вы сдохнете, у вас заберут квартиры. Вот в чем типа эта цель. Вы не торопитесь, подождите, а потом попадите. Вот только зачем это нужно в Магнитогорску, в котором есть компания Водомер. И вот какая штука у нас получается. У нас тут типа коронавирус, да? Но проверьте, рано или поздно нас спросят. Спросят за горячую, за холодную воду. Так же будет? В связи с последней ситуацией, с пандемией и распоряжением Владимира Владимировича Путина о сдвиге сроков поверки приборов, учета уже закончивших свой срок, и также их замены на январь 2021 года, мы можем попасть в какую ситуацию? На данный момент, так скажем, все приборы, которые подходят под замену, либо под поверку в течение полугода, накатят, грубо говоря, на январь-февраль 2021 года. Ой, какой кошмар там будет, я представляю, это будет пипец. Что мы... Мы должны понимать, что сроки выйдут в январе, и мы понимаем, что в феврале все ваши счетчики, у которых срок закончился в 2020 году, их нужно будет резко поменять. Резко, да, так опуху, просто всем подряд. И причем всем. Я сейчас уже смеяться начинаю. Мы понимаем, что у нас в наличии двух бригад, и двух чекодет. Давайте все-таки определимся, что ваши счетчики вообще не стоят дорого, по сути событий, да? А у нас народ хочет подождать, подождать. А что потом-то будет? Ой-ой-ой. А потом у нас будет очередь, я могу сказать, что месяца на два вперед. Вот это да. Потому что мы чемоданов для поверки приборов приобрести в 10 раз не сможем. Вот у нас есть два комплекта оборудования, у нас и будет два комплекта. Соответственно, на данный момент, так скажем, очередь может доходить до двух-трех дней, но в феврале это будет пару месяцев точно. То есть, ребятки, не откладывайте, делайте сейчас. Конечно же, конечно. Да, спокойно, нет очереди. Сейчас можно комфортно поменять счетчик в удобное для вас время в течение двух дней. Легко. Легко. Понимаете, слово «завал» никто не отменял. Но ориентируйтесь по теме. Кое в каждом городе пруд пруди. Это я про мясные центры. Вы знаете, купив за копейки дом на селе, можно реально забить про пенсию. Один хрен мизерная часть вам будет. Ну, а дальше думайте сами. Не мне вас учить. Забудьте про понты. Не то время. Тоже про устройство учета. Это несложно, позвонив по номеру, который вы сейчас видите, это сделать. И все. Не толчи и не проблем. И еще. Все скулят, но по сути, если государство срать на вас с нами, то что вы будете иметь в отношении нашего государства? То бишь, господа, давайте не будем тараканов. Вы же представляете, что для нас делает наше государство? По сути дела, оно нас и обирает. То есть, представляете, как хорошо нам жилось в 1993 году. Не было налогов. Во! Во! Мы накормили Россию, представляете, мы накормили ее качественными, западными товарами. Было отличное пиво, замечательная водка, качественная водка и хорошее пиво. А я не буду говорить про другую штуку, да? Но другая штука, которую люди иногда в рот засовывают, да, тоже было хорошо и красиво, потому что ничего не производилось в России. Все везлось оттуда. И все это было абсолютно недорого. Мы реально за год накормили нашу страну, представляете? А потом началось. Налоги, налоги. Что сейчас на улице? Да. Совсем не та структура. И, по-моему, мне бы хотелось вернуться туда. Мне говорят о 90-х годах. Вы знаете, тогда люди за базар отвечали. Что сейчас? На 90% случаев, даже на 99% случаев, люди стали мерзкими, понимаете? Вот они наколбасили, ничего не делают. Да, 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 да. Я это сам видел. Но не все люди такие. Потому что большинство людей, которые я люблю, это стандартные магнитогорцы, жители города Магнитогорска, а также приезжие, товарищи. И вот для них очередная чеботуха случилась. Ну, что это за чеботуха? Очередной коронавирус. Господи, боже мой. Да вы посмотрите, как это все дело лечится. Оно лечится легко и просто. И не проблема ни ваша, ни наша. Это проблема наших медицинских структур, которые вовремя не сдали нам то количество лекарств. Ну, не успели они это сделать. Они бы должны сказать, что извините, мы наколбасились и все остальное. Но все равно платим-то мы. У нас умирают дети и все остальное. Понимаете? В основном как бы пенсионеры умирают. Ну, да ладно. То бишь, и нам сейчас говорят, что мы сейчас можете ни за что не платить. Но я знаю, вы прекрасно понимаете, да? Уж 7 лет, как индивидуального предпринимателя, у меня нет, а деньги с меня трясут. Так же и с вас будут трясти эти деньги, ребятушки. Думайте головой. Лучше сделать это сегодня и сейчас, чем потом. Делать это вовремя.